Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Анастасия Сахарова. Приглашаю вас посмотреть мой не урок по раскрашиванию портрета Кикимера. Начнем с карандашиков. Эти карандаши у меня лежали с нового года. Это был подарок. Я очень долго ждала их часа. Для тех, кто не знает, Derwent Drawing это очень особая линейка карандашей Derwent, которая отличается очень толстым грифелем и очень жирненькой такой восковой текстурой. То есть они накладываются как крем. С этими карандашами я уже знакома. Я их покупала поштучно, но полного набора у меня никогда не было. Этот набор я прикупила в Читай-городе в Новый год с огромной скидкой всего за 3000 рублей. Сейчас вы видите те карандаши, которые у меня уже были. Я не вижу смысла затачивать новые карандаши из набора, поэтому я сейчас заменяю те карандаши, которые у меня уже в работе, на те, которые еще не тронуты. С белым карандашом я знакома очень давно, еще до увлечения раскрасками. Он известен среди всех любителей рисовать даже спиртовыми маркерами, как белый карандаш, который ложится абсолютно на любые поверхности. Теперь я достаю свою любимую перьевую ручку, чтобы написать надпись с ошибкой, потому что я напишу там Нидер Вент Роу и Нидер Вент Лайт Фаст. Я это увидела уже в процессе монтажа, поэтому процесс я не показываю, как я пишу, но по факту вы видите, что там Лайт Фаст. Я это увидела прям совсем недавно. Под белый карандаш я заготавливаю квадратик черного цвета чернилами и затем начинаю делать выкраску. Из неприятного, чем славятся эти карандаши? Вкраплениями инородных оттенков в светлых цветах. У меня это было уже на тех цветах, которые у меня были. И здесь вы видите, что на сером, который как бы обозначен как холодный и теплый, но по факту это два теплых серых, тоже встречаются вкрапления. Дальше в выкраске тоже будет такая история. И теперь уже после определенного времени я могу сказать минус этого набора. То есть у нас будет видео такое совмещенное. Это и впечатление о карандашах и процесс раскрашивания, плюс еще и болталка. Очень мало холодных оттенков. Просто искренне мне не хватало, например, фиолетового. Мы видим рыжие, мы видим теплые серые, теплые коричневые. Конечно, этот набор заявлен как набор для рисования шерсти, перьев. Но извините, на перьях и на шерсти тоже бывают какие-то холодные тени, какие-то блики. И рыжими цветами тут не обойдешься. То есть мы смотрим нейтральных цветов. Тут просто раз-два и обчелся. И по сути все такое рыженькое, коричневенькое. С явным, очень откровенным, теплым подтоном. Зеленые очень похожи. Вот видите, сейчас много крошки. Это тот цвет, который у меня уже был. Может быть, он просто бракованный. У меня было несколько зеленых, которые я не поняла, чем они вообще различаются. И даже в настоящий момент я не вижу особых различий. Синий здесь тоже в теплой гамме представлены. Если был бы такой же набор, но холодных оттенков, это было бы шикарно. Я купила бы его без оглядки. Единственный голубой, но он тоже, видите, с полосками и народные вкрапления. Ну, если вы рисуете шерсть, то, наверное, это не так уж и важно. Если мы сейчас посмотрим, то из холодных у нас только светло-голубой и вот этот серо-лиловый. Ну и ладно, черный можно тоже причислить туда к холодным. Все остальное это теплые оттенки. И вам по-любому пригодится какой-то дополнительный фиолетовый или темно-синий какой-то дополнительный холодный, чтобы делать плюс-минус приличные тени. По поводу белого я уже сказала. Он просто шикарный. Он ложится на любые поверхности, на отполированные карандаши. И он очень классный. Давайте поговорим про раскраски. Я являюсь огромным фанатом Гарри Поттера и всей вселенной, причем книжного варианта и варианта фильмов. И сейчас уже в тысячный раз я переслушиваю книгу, аудиокнигу в исполнении просто лучшего актера-озвучки Александра Клюквина. И почему-то вот в этом году мне как-то в душу запал Кикиммер. Очень долго хотела сделать такое комбо из этих карандашей конкретно. И портрета Кикиммера. Давно на него смотрела. И поэтому решила сделать такое вот комбо, плюс еще записать процесс. На разных этапах будет разное ускорение. Там, где фон вроде ускорения в 6 или в 7 раз, на портретной части ускорение будет в 3 раза, чтобы было понятно, что происходит. И бумага в этой раскраске не очень. Первое, что я решила сделать, это сделать такой небольшой градиентный фон от терракота к светлому, а сверху, чтобы он был темно-коричневый. Я не давлю на карандаши, потому что если надавить, то потом уже ничего ложиться сверху не будет. Потому что бумажка, честно говоря, это российская раскраска, она у нас не очень. Поэтому мы плавненько наслаиваем, стараемся делать это равномерно. Здесь ускорение уже такое приличное, чтобы время не занимать. Я делаю наслоение, плавный переход, по-прежнему не нажимаю, то есть это уже третий или четвертый слой. Я продолжаю опускать темно-коричневый, чтобы он заходил на терракотовый. Дальше снизу я приподнимаю этот лиловый светлый сиреневый оттенок. И потом я, наконец, уже начинаю немножко усиливать нажим, чтобы цвет становился ярче и интенсивнее. Дальше я делаю огромную ошибку. Я беру бёрнишер от дервента и пытаюсь заполировать. И не делайте так, ребята, потому что после этого бёрнишера ничего не ложится, и этот кусок остался плешивым. И вообще я не рекомендую в такой бумаге и с этими карандашами использовать какие-то блендеры, особенно на тонких слоях. Призмы это ещё плюс-минус прощают, а вот с дервент, дроин как-то вот не задалось. Дальше вы видите, как я с серьёзным таким нажимом полирую карандаши карандашами. Вот это работает отлично. Отличный метод. Сделать цвет насыщенным, забить текстуру бумаги. Но это пятно снизу, которое получилось из-за блендера, его ничем не удастся просто загасить. И это моя большая боль. Ну ладно, на ошибках будем учиться. Здесь без ускорения можете увидеть, как я работаю. То есть это умеренный нажим. Я не давлю, конечно, со всей силы. Это просто умеренный нажим. Я пытаюсь делать неоднородную текстуру, эффект, знаете, такого потрёпанного старого полотна, потому что Кикиммер ассоциируется, в принципе, с грязным тряпьём, с какими-то обносками. Для тех, кто не знает, это эльф-домовик, который жил в доме Сириуса Блэка. Вы могли его в фильмах видеть в эпизодах, но в книге он раскрывается очень хорошо. Он очень дорожил фамильными ценностями Блэка, втащил к себе в нору всё, что для него представляло особую ценность. Сириус пытался всё это выбросить, всякий Кикиммер, в общем, ворчал. И вот эту атмосферу потрёпанных вещей мне хотелось передать, начиная с фона. И здесь вы видите, как по заполированному. Я пытаюсь что-то нанести, но ничего особо не выходит. Может быть, стоило попробовать стереть всё ластиком, но я боялась затереть до дырки, поэтому получилось так. Дальше я иду смотреть референсы. И, о чудо, я нахожу то самое, я не знаю, что это кукла или 3D-модель, но, в общем, это то, с чего делали раскраску. И это просто какой-то подарок. Я теперь уже одним глазом смотрю на этот цвет, подобрала оттенки кожи, решила выбрать зеленовато-телесные оттенки, потому что по описаниям он очень старый, на нём кожа висит просто, что можно два таких же дымовика завернуть. Он ходит в старой грязно-набедренной повязке, но здесь почему-то не набедренная повязка, а такая туника по типу как у Добби, наволочка. Я решила её сделать тёмно-синий, такой же, как в референсе. И синими здесь не густые, их здесь всего два, поэтому я начинаю намечать сразу тени тёмно-синим и светлым оставляю вот эту изнаночную сторону. Поэтому я прохожусь по самым теневым местам, которые есть. Это на отвороте, это в складках. Мы пока просто обозначаем тени. Я человек, который не получал художественного образования, я образовывалась сама, поэтому мой подход может быть не системным, поэтому это не урок, потому что системы может и не быть. Я могу вернуться к тому шагу, который мы должны были пройти, и снова поступить как-то нелогично, поэтому я вам просто показываю то, как раскрашиваю и рисую я, и не претендую на какую-то академичность в этом плане, так что принимайте мои процессы просто такими, какие они есть, без претензий на какую-то там академичность. Я теперь взяла тёмно-коричневый, самый тёмный, который цвет похожий на сепию, потому что вот этого синего мне показалось недостаточно. И вообще я увидела, что вот эта вот наволочка, она очень тёмная, и решила всё-таки сначала сделать заполнение синим цветом, и потом уже прорабатывать тени. И вот теперь самые глубокие участки складок я прорабатываю. Там, где жёсткая тень, я не растушевываю, а там, где не сходит на мягкую вот эту часть переходную, я плавно делаю растяжку. Я продолжаю всё это прорабатывать. Сейчас ускорение идёт примерно в 6 раз. В жизни весь процесс раскрашивания у меня занял 6 часов без перерыва. Как-то у меня так получилось всё запоем. Я даже не вставала поесть, попить. Как-то у меня так всё получилось очень-очень плавно, быстро. Я даже не заметила, как пролетели эти 6 часов. Светло-голубы. Я прокрашиваю внутреннюю сторону его наволочки. Пытаюсь понять, где какие складки проходят, потому что всё-таки это не рисунок человека, не иллюстрация, а адаптация фотографии. Поэтому иногда случаются какие-то вещи нелогичные, как у искусственного интеллекта. Поэтому нужно смотреть, нужно разбираться, куда какая складочка уходит. Ну и, в принципе, я уже начинаю с нажимом прорабатывать потихоньку. Белый я буду тоже использовать, потому что в самых светлых частях его, конечно, не хватает. Самое главное в любой иллюстрации, ну для меня лично, это плановость. Потому что если не будет плановости и не будет понятно, что, зачем находится, то это будет просто цветная каша, а не иллюстрация полноценная. Поэтому мы создаём объём тем, что мы отделяем. Например, вот эта внутренняя часть наволочки, она вывернута, и нам нужно показать, что вот она выпрыгивает на нас. Для этого нам нужно обвести тёмным и растушевать задний вот этот план наволочки. То есть мы каждый предмет рассматриваем ещё что ближе, что дальше. Помимо как бы основного изображения, мы ещё смотрим, что у нас ближе, что дальше. У многих колористов я вижу такую ошибку, что у них есть набор предметов, и вот они дерево красят как дерево, стекло красят как стекло. А как они друг к другу соотносятся, что ближе, что дальше, это уже никто не учитывается. И получается такой красивый, очень красивый, качественный винегрет. Но цельной картинки нет, потому что отдельно раскрашивалась стекляшка, отдельно раскрашивалась шкатулка, отдельно раскрашивался цветок, и не создавалась вот эта общая плановость картинки. Я считаю, что это самый сложный вообще элемент, потому что этому очень сложно научиться. Вернёмся к нашему кикимерю, и вы видите, как я нажимая, но светлыми цветами я прохожу только там, где светло, тёмными там, где темно, и я как бы растушёвываю и делаю блендинг своего рода. Это как раз у нас средний голубой, потом идёт тёмный. В самых тёмных местах я использую даже чёрный цвет. Он здесь вообще прекрасный. Если вам нужен какой-то очень кроющий чёрный, можете смело брать дровнь поштучно. Или, если вам нужен кроющий белый, берите тоже. И познакомитесь как раз-таки с этими карандашами, начиная с поштучного приобретения. Ещё одна сложность, с которой вы можете столкнуться, это плоскость изображения. То есть мы сейчас видим кикимера, который объёмный. По сути, он условный такой цилиндр, скажем так, который одет в эту наволочку. И наволочка у нас сама по себе ещё изогнута и в складочках. То есть мы делаем складочки, но ещё не забываем про то, что кикимер у нас не плоский, а объёмный. Поэтому мы не забываем в переднюю часть сделать светлее, с боков темнее, а совсем на краях у нас должны идти ещё и светлые рефлексы. И тогда у нас объект наш заиграет и будет по-настоящему объёмным и живым. Далее я ускоряю видео до восьми раз, чтобы побыстрее прошёл этот процесс и понагляднее, чтобы было видно, как я прорабатываю складочки и смотрю, что к чему относится. Не забываем на внутренней части тоже делать тень, потому что она падает, потому что у нас вот эта вывернутая часть, она тоже объёмная. Затем белым карандашом уже я выделяю эту часть, точнее не белым, а бежевым, потому что наволочка у нас эта грязная, он её носил сотню лет, если не больше. И нам нужно показать, что она грязная, не стиранная и выглядит очень-очень старой, уставшей и потрёпанной. Обязательно не забываем забивать текстурку, чтобы всё было равномерно, чтобы всё было без проплешин. Эта бумага гладкая достаточно, здесь всё получается легко, но всё равно требует внимательности и времени, чтобы всё выглядело очень-очень равномерно и цельно. Если есть возможность подсматривать на референс, обязательно это делайте. Если есть просто какие-то вещи, складки, что-то похожее на предмет вашего изображения, делайте это, этим пользуются все художники. Почти никто не рисует из головы. Я вам расскажу такой секрет. И теперь давайте подсмотрим на референс и увидим, что очень глубокие тени у Кикимера в ушах. Так как тёмно-фиолетового у нас нет, я бы его сейчас взяла для этих целей. Я беру самый тёмно-синий, который есть. Чёрным я тени не прорабатываю на коже, потому что это было бы как-то странно. Самые глубокие тени у нас под глазами, над глазами, потому что Кикимер очень старый, очень морщинистый. Прорабатываем носогубные складки. И не забываем, что у нас голова находится перед телом, поэтому мы отделяем голову тенями, чтобы она у нас вышла на первый план. То есть, если мы смотрим по плановости, у нас тут сначала голова идёт, потом вывернутая часть вот этой наволочки, потом наволочка, потом уже сам Кикимер. Поэтому мы обязательно это будем использовать. Этим же синим я наношу лёгкие тени. Вы видите, что на руках, чтобы создать объём, я нанесла тени не в край, а с расстоянием, чтобы сделать как раз-таки этот самый рефлекс. Потому что, если мы сделаем светлые в середине, а по краям тёмные, то у нас получится не объёмный предмет. По-настоящему объёмным он будет, если мы сделаем с краю, оставим точнее белое место. Дальше мы прорабатываем все складочки, рёбрышки, обязательно руки смотрим, чтобы выглядело всё достаточно гармонично. В ушах прям очень тёмные тени, поэтому я дальше их ещё буду усиливать обязательно. И теперь мы начинаем уже вносить постепенно оттенки кожи. Даже в нормальной человеческой коже не бывает такого, что ты нанёс бежевый оттенок, и вот он бежевый. Если вы посмотрите даже на акварелистов, которые занимаются портретами, вы не увидите почти ни одного бежевого оттенка в их арсенале, потому что кожа наша с вами состоит из оттенков зелёного, розового, оранжевого, красного, синего и прочих. Поэтому оттенок кожи у кикимера мы будем создавать цветами, которые бы никогда, например, не подумали, что относятся к коже. Сейчас я беру вот этот розовато-лиловый цвет и наношу им те места, где покраснение. По описанию в книге у кикимера был нос такой красный, похожий на рыльце животного. Поэтому мы обязательно наносим красный оттенок на нос, ну не красный, а вот этот лиловый, на кончике ушей, на подбородок, на щёки. То есть мы создаём неравномерную такую красноту, например, как эффект полопавшихся сосудиков у возрастного эльфа-домовика. Один момент не совпадает с книгой. Очень много было волос в ушах у него, несмотря на то, что лысая голова. Но почему-то здесь иллюстратор эти волосы не нарисовал. Поэтому и я тоже не стала их рисовать. Дальше комбинации синих, бежевых, сиреневых. Я вношу разные оттенки. Я работаю послойно, тонкими слоями. Я напомню, что я на тот момент ещё не знала, что это, как это работает в плане карандашей, какие есть оттенки. Поэтому поначалу я пыталась использовать в синях только тёмно-синий. Но потом я уже приспособилась и начала замешивать самостоятельно фиолетовый оттенок как раз-таки из этого лилового синего по мере послойного нанесения и добивалась нужного мне оттенка фиолетового. Но всё равно, честно скажу, мне было некомфортно, мне не хватало холодных оттенков. И здесь нет тёмно-зелёного нормального такого. Это я уже потом поняла всё. Поэтому набор, конечно, интересный, но не самостоятельный. Если вы его купите, вы не будете обеспечены полным каким-то спектром цветов, которым вы сможете что-то там раскрашивать. Как дополнительный он вообще прекрасен. Он замечательный, и я бы, наверное, его купила ещё раз, если была бы такая возможность за эту цену, про запас. Сейчас я усиливаю вот эти вот тени в ушах. Они очень тёмные, поэтому нужно сразу это сделать. И ещё я делаю объёмными ушки, поэтому накладываю на ушки тоже тень. То есть они у нас же не плоские, они у нас имеют форму, они у нас имеют объём, поэтому мы наносим обязательно тени. Дальше мы послойно продолжаем достигать нужного зеленовато-бледного оттенка кожи у Кикимера. Добавляем в синий вот тут уже лиловый, и снова наносим бежевый, потом немножко белый. В общем, это всё происходило достаточно интуитивно. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то закономерность, по которой я работала. Просто вижу, что нужно внести розовинки или немножко теней, или немножко белого, и вношу этот оттенок. Опыт в ботанической живописи мне помогает очень сильно в раскрашивании, в рисовании, потому что, например, эти ручки у нас по сути тот же самый стебель растения. Чтобы сделать его объёмным, я знаю определённые приёмы и их использую. Дальше у меня случился момент неприятный с карандашами. У меня один карандаш начал ломаться при заточке, но я грешу всё-таки на точилку. У меня точилка японская, которая называется Тегал. Вы видели её при распаковке раскраски новой от Керпера за носа, и она у меня иногда ломает карандаши, но я не знаю, дело в ней или в карандашах. Дальше мы приступили к голове Кикимера. Голова у нас по сути это шар. Мы создаём объём по типу шара. Если вы не изучили схемы, как падает свет на шар, очень советую, это не скучно, это очень полезная история. Либо можно просто ситуативно открывать шпаргалку, как падают тени на различные объёмные тела фигуры и использовать их, чтобы более объёмно изображать предметы, даже если вы просто раскрашиваете. Я вносила тёмно-синие тени. Дальше я всё-таки решила использовать чёрный цвет в ушах, потому что этот синий оказался недостаточно тёмным. Но я всё-таки его буду замешивать синим, потому что просто чёрные тени и это выглядит не очень. Мне не хватило очень тёмных оттенков. Я повторю это ещё раз, поэтому пришлось подмешивать чёрный. Лучше, если бы это был тёмно-фиолетовый, либо тёмно-синий с холодным подтоном, либо такой, как Фабер Кастел Полихром из Индиго, который такой, какой нужно, идеальный. Чёрный цвет я растушёвываю голубым. В общем, делаю всё, чтобы чёрный не выглядел чёрным. Я для себя открыла портреты и поняла, насколько это увлекательно, потому что раньше я боялась, не знаю, чего я боялась. Когда я рисовала лица людей, я не рисовала никогда, потому что у меня не получалось. Теперь лайн за меня нарисован, можно смело всё раскрашивать. Ответственность небольшая, поэтому процесс пошёл, и я стала всё чаще и чаще брать в работу портреты. Я продолжаю чередовать синий с чёрным, с бежевым. В общем, пытаюсь сделать тени не чёрными, и вроде бы у меня даже получается. Просто настолько тёмные там тени в референсе, что мне проще сделать этот оттенок и потом уже плясать от них. В раскрашивании кожи я не гнушаюсь даже зеленоватыми оттенками, потому что болезненная такая желтизна, зеленца, она здесь уместна. И вообще зелёный цвет, оливковый потон в коже, это очень распространённая история, ничего в этом такого нет, просто бывает кожа с оливковым потоном. Поэтому у меня кикимир получается прям такой радужный. Дальше вторую руку я прорабатываю так же, как первую, представляя стебелёк растения, который должен выглядеть объёмно. Вот посмотрите, возле самого края я не прокрашиваю, я оставляю белую часть. И дальше ещё от руки я делаю тень, то есть я отделяю эту руку от фона. И за счёт этого получается эффект объёма. Дальше я вношу зеленоватый оттенок, та же самая схема, что и с первой рукой. Я делаю всё, чтобы цвета не выглядели очевидно, так как они есть в карандаше, чтобы не было понятно, где каким карандашом покрасили, потому что чем открытие и проще цвет, ну лично для меня, тем проще выглядит работа. Я люблю сложные оттенки, которые не читаются прямо с одного взгляда, и можно сказать, что это такое. Хочется порассматривать. Далее не забываем отделять ушки от рук, чтобы обязательно у нас всё выглядело планово. Посмотрите, теперь я додумалась, что можно смешать лиловый синим, и получится красивая тень. Теперь мы отделяем тенью голову от туловища. Обязательно это нужно сделать, обязательно подчёркиваем все складочки, все впадинки, под грудиной, очень серьёзная такая впадина, рёбрышки, кожа висит. И это всё нужно подчеркнуть, потому что в этом суть всей работы, наверное, показать. Кому-то может быть неприглядную, старость мало кто любит изображать, но мне очень понравилось изображение пигментных пятен, складочек, ещё каких-то изъянов кожи, потому что это непривычный контент, все любят рисовать красивых и красить красивых нежных девочек, каких-то там прям фей, с идеальной кожей, с идеальными глазами, с идеальными губами, а меня почему-то тянет либо на медузу-горгону с зелёной кожей и чёрными глазами, либо на кикимера, либо ещё на какие-то варианты с изъянами, но мне почему-то нравится изображать такие сложные объекты. Теперь самое интересное, приступаем к лицу, обязательно прорабатываем все тени сразу, чтобы было понятно, не забываем синячки под глазами, я здесь намешиваю и сиреневый, и голубой, потому что у него были очень сильные мешки под глазами, всё-таки уже и возраст накладывает отпечаток, и образ жизни накладывает отпечаток, поэтому лицо должно быть измождённым, старым, непривлекательным, скажем так, нерафинированным, поэтому мы подчёркиваем все изъяны, какие есть у бедняги кикимера. Сейчас я прорабатываю по контуру, чтобы у нас работа отделилась немножко от фона, мне этот эффект нравится, я не знаю, это, наверное, дело вкуса, кто-то там белым прячет контуры, а мне проще сделать темнее фон, и тогда контур спрячется сам собой. У кикимера ломаный нос, мы это видим, тоже скрывать не будем, подчеркнём, обязательно сделаем такую тень, которая подчеркнёт кривизну носа, крылья носа мы тоже немножко сделаем розовыми, чтобы его оживить, потому что он всё-таки должен был похож на рыцарь животного, и это нужно подчеркнуть. Мне очень нравятся книжные портретки кикимера, поэтому хотелось бы всё-таки повторить максимально, насколько это возможно. Очень глубокие тени я закладываю в основании мешков под глазами, и сначала это выглядит как-то слишком ярко, а потом, когда уже общий тон картинки наберётся, это будет выглядеть нормально, поверьте мне. Обязательно добавляю тени по мере усложнения картинки. Я красила эту картинку, к сожалению, под искусственным светом, поэтому иногда может меняться тепло-холодность изображения, и, конечно, не все оттенки передаются. Я обязательно прикреплю в конце фотографии при дневном свете, чтобы вы увидели весь диапазон оттенков на коже кикимера. Если вы захотите покрасить эту картинку вместе со мной, отмечайте меня в соцсетях, пожалуйста, ссылки на соцсети всегда есть под моим видео. Если вам интересна такая работа, если вам интересен такой формат, пишите комментарии, потому что я получила много заявок на пошаговые какие-то работы либо на выкладывание процесса. Посмотрим, насколько будет вам интересна такая нестандартная натура, не цветочки, бабочки, а вот такой вот кикимер. И отмечайте, если будете красить по моему видео, это не урок, не мастер-класс, а просто красить вместе со мной. Я не называю каждый оттенок карандаша, потому что я работаю ограниченной палитрой 24 карандаша, и тут примерно понятно, где какой цвет был использован. Вам не обязательно красить этими же карандашами, но здесь уже нужно будет подбирать, чтобы карандаши наслаивались на конкретную бумагу. Просто, например, чем более гладкая и плохая бумага, тем более мягкие нужны к ней карандаши, потому что полихромосы, например, на эту бумагу не лягут, они не будут наслаиваться, они будут скользить. То же самое я пробовала одну картинку в этой раскраске, Кахинур Поликалл, они тоже слишком твердые, под них нужна фактурная бумага. Если вы делаете распечатки, то вообще вы можете сами выбирать и бумагу, и карандаши, и наслаивать как угодно. Но я сразу скажу, что не все карандаши, не на всей бумаге позволят работать в этой технике, в технике наслаивания. Поэтому здесь уже можете либо спрашивать у меня, я вам подскажу, на какой бумаге, какими карандашами лучше красить. Если это призма, то вообще проблем нет, все должно получиться. Мне можно было бы покрасить и призмами этот портрет, но я решила все-таки использовать такую ограниченную палитру и сделать именно ей портрет. Постепенно наш Кикимир приобретает очертания и уже виден его общий тон кожи. Я добавила немножко розового на подбородок, чтобы добавить живости его образу. Белым цветом я теперь высветляю самые светлые участки. Я прям хорошо с нажимом прохожу и прохожу просто по всей картинке с этим белым оттенком, потому что он очень хорошо высветляет. Снова добавляем тени синим оттенком, потому что я увидела, что их недостаточно. И голова выглядит недостаточно объемной. Я еще раз скажу про свой несистемный подход. То есть, да, я уже забландерила, но могу снова полезть туда каким-то темным оттенком, чтобы его вносить. Глаза у Кикимира в книге были прозрачно-голубого цвета, такие белесые, почти бесцветные. Я взяла из набора призмы голубой оттенок. Дальше я темным рисую зрачки. И очень важно вообще в рисовке глаз есть всякие приемы, но здесь у нас глаза очень узкие, поэтому реализовать это все очень сложно. Обязательно должна быть тень от верхнего века, нисходящая такая, и на месте этой тени должен быть белый блик. Но здесь места очень мало, поэтому пришлось работать в сложных условиях, скажем так, чтобы взгляд выглядел живым. Обязательно мы попозже увидим, как я попыталась сделать этот взгляд живым, но сейчас вы видите, как я, несмотря уже на эти складочки, просто вношу тени в лицо Кикимира. Кстати, пока этот ролик монтировался, мы с Кикимиром поучаствовали в конкурсе. Конкурс под названием «Ожившие истории», и мы с Кикимиром победили. Можете нас поздравить. Я не ожидала, честно говоря. Я сначала даже не знала, буду ли я эту работу выставлять на конкурс. Просто захотелось покрасить этот портрет, но потом вот оказалось, что мы с Кикимиром еще и одержали победу. Вот наступает самое интересное. Мы вносим пигментные пятна. Здесь мы обязательно должны учитывать на свету или в тени находятся эти пятна. Мы не можем одним карандашом взять и пройти, например, их нарисовать, потому что они будут выглядеть неестественно. Там, где светлое место, блик, они выглядят светлее, потому что свет отражается. В тени они выглядят темнее. Также и работаем с веснушками. Если, например, они на носу, не забываем спинку носа высветлять, и эти веснушки должны быть тоже светленькими. Они не могут быть одного цвета по всему лицу, потому что наше лицо объемное. Если бы автор не нарисовал эти пятна, я бы нарисовала их сама, потому что такие детали они придают живость картинке, так же, как и в ботанической иллюстрации. Какие-то неровности, крапинки, небольшие повреждения лепестков. Это все обязательно нужно добавлять, потому что, ну, если вы хотите реализма, потому что это как раз-таки и добавляет реалистичности вашей картинке. Видите, я опять прошла белым, чтобы высветлить, потому что мне показалось, что высветлено недостаточно. Я снова добавляю немножечко теней в носогубки, под скулы, потому что мне показалось, что их не хватает. И вот я добавляю финальные штрихи, то есть там, где у нас падает тень от верхнего века, мы добавляем по форме радужки обязательно блики. И на нижний век мы тоже добавляем блики. Это такой маленький секретик, который делает взгляд живым. И с кикимером мы почти закончили, добавляю белым маркером поска блики на зубки и прорисовываю очень тонко волоски, но это выглядит слишком ярко, поэтому я немножко пальцем дорабатываю. В бликах я использовала белый маркер поска, а в волосках я уже использовала слоновая кость. Теперь черным маркером поска я прорабатываю фон. Я закрываю вот эти все ромбики, прорабатываю рамочку, потому что мне хотелось сделать черный фон, и вы сейчас увидите, как с черным фоном эта картинка просто заиграет. Самый долгий был момент, когда я прорабатывала вот эту всю изысканную рамочку, которая нужна тоже обязательно в этой работе. Если я вижу на свое усмотрение, что рамка лишняя, или она какая-то некрасивая, непроработанная, сделанная, тяп-ляп, я могу ее просто закрасить, потому что я художник, я так вижу. Но здесь все было к месту, даже вот этот фон с обоями можно было бы проработать в каких-нибудь изумрудных тонах, но мне просто не хотелось, у меня не было времени. И теперь я снова взяла маркер поска, уже в оттенке беж, и прорабатываю края одежды Кикимера, чтобы подчеркнуть их несвежесть. Хотелось бы показать свежесть, я бы взяла белый маркер. И немножечко прохожусь по контуру, тоже смягчаю, иногда кисточкой, иногда пальцем. Дальше. Моя большая ошибка пытаться проработать рамку карандашами Derwent Drawing. Это очень плохая идея, потому что карандаши не предназначены для мелких деталей. Они очень быстро тупятся, и приходилось постоянно затачивать, и просто мелочевку ими прорисовать невозможно. Полихромосы просто идеальные карандаши для таких целей. Я думаю, что призмы в принципе может быть тоже бы справились, но не знаю, не могу отвечать за призмы, я с ними не сильно знакома. Но вот полихромосы это то, что нужно для таких целей, где не нужно много наслаивать, а нужно просто показать там объемность рамки. Я, конечно, намучилась очень сильно, потому что не получилось сделать какие-то четкие элементы, пришлось дорабатывать еще Faber-Castell Pit браш с серым оттенком, дальше еще белой поской немножко прорабатывала. Очень устала, тут видите, у меня даже чаек мелькнул, потому что очень утомилась я уже с этой рамкой, честно говоря. Я не думала, что столько времени займет заполнение такой, казалось бы, незначительной детали моей картинки. Ну и ближе к концу я, конечно, уже поувереннее стала это все делать, как-то уже все начало спориться. Вы можете видеть, насколько различается нанесение маркера поска между узорчиками и на фоне. На фоне все очень сильно полосит. Мне пришел бракованный маркер с размахначенным наконечником, но я по глупости своей его активировала и, в общем, фирма сказала мне, что я сама его размахначила, но, видимо, помимо наконечника еще и как-то акрил сам ложится неровно, потому что с тонким наконечником поска ложится просто идеально и бархатисто. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. С вами была Анастасия Сахарова. Всем пока!